КОКСАГАЗОВОМ ЗАВОДЕ А это значит, что мы будем добиваться дальнейших природоохранных мероприятий и ответов на наши вопросы. Основной вопрос, который больше всего волнует население – периодические выбросы в атмосферу. Через своего представителя на таких встречах жители могут получить информацию от первоисточника. Мы обсуждаем это также в Остяной районе. Собираемся с представителями, с жителями, вернее, обсуждаем все интересующиеся вопросы. Я их задаю также здесь сотрудникам КОКСАГАЗОВОГО ЗАВОДА. Также мы обсуждаем эти вопросы. У нас есть чаты, которые нас природоохранные добавили в этот чат. Мы выкладываем всю информацию по измерениям. Они нам рассказывают, объясняют то, что действительно превышение это идет. И от чего это может быть превышение от КОКСАГАЗОВОГО ЗАВОДА. Или какие-то другие там сферы влияют. Фиксировать показания веществ, содержащихся в атмосфере, теперь жители могут с помощью специальных газоанализаторов, которые им выдали представители Всероссийского общества охраны природы. Работает достаточно просто. То есть здесь забирается воздух. Каждые три секунды происходит измерение. Выкладывается на шкалу. Мы через специальное приложение, у нас коллеги-активисты здесь скачали. У нас один прибор находится в купеленке, второй находится в красках. Соответственно, они производят замеры, выкладывают эти замеры на чат. И мы дальше анализируем, что происходит, в том числе и выявляем там источники. Со своей стороны, Москокс постоянно работает над модернизацией экологического производства. Месяц назад на предприятии ввели в работу новый газгольдер. Он позволяет регулировать давление газа в системе. А скоро появится и другое оборудование. Мы планируем ввести еще новую установку. У нас монтаж уже проводится на территории. Это установка предотвращения выбросов при наливе смолы в железнодорожные цистерны. То есть мы будем собирать, отсасывать все пары, которые у нас при этом будут производиться, и направлять их в печь на сжигание. То есть в атмосферу после этого. Там температура очень высокая. Практически ничего лететь не будет. Кроме того, сотрудниками завода также проводится мониторинг окружающей среды. Дмитрий Книг, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.